Сегодня на улице Парковой зашумела тяжелая техника. Машина снимает бордюр, который скоро заменят на новый. Такая же судьба ждет асфальт, тротуары, ливневки и даже фонари. На улице начался капитальный ремонт. Несмотря на временные неудобства, дорога по-прежнему открыта для автомобилей. Но так будет не везде. До 1 сентября в центре города обновят 22 улицы, в их числе Театральная, Соколова, Войкова, Паярка, Конституция и Красноармейская. На некоторых из них придется временно ограничить движение транспорта. На Красноармейске еще не закончен ремонт устройства канализации. И сейчас подготовлен поэтапный план перекрытия этой улицы для того, чтобы проложить эту нитку канализации, которая очень нужна центральному району. И она завершит комплекс системы коллекторов канализационной, новой, которую мы здесь устроили. Все улицы будут ремонтировать за средства из крейбового бюджета. Еще часть дорог – это тоннельная, кубанская, вишневая, макаренка по олимпийской программе. Ремонт дорог – это завершающий этап благоустройства курорта. В первую очередь ремонтируют те улицы, на которых уже закончили прокладку инженерных сетей и канализационных коллекторов. Всего же до конца года в Сочи новый асфальт и тротуары появятся на 36 улицах Сочи. И это только в центре города. Подобные работы ведутся и в Адлерском районе. Но если дороги еще только предстоит отремонтировать, то во дворах все работы уже закончены. По всему центру на придомовых территориях уложили новый асфальт, заменили бордюры. Позаботились и о зеленом наряде. Высадили цветы, провели обрезку кустарников и деревьев. Кроме того, теперь в каждом дворе есть бельевые и детские площадки. Для детей вообще все прекрасно стали делать. С детьми есть где погулять стало. Так вообще нигде было. В ремонт дворов были вложены немалые средства. Теперь порядок на обновленных площадках должны поддерживать управляющие компании. Да и сами жители не оставаться в стороне.